Приветствую вас. Во-первых, нужно понять, почему мальчик при отце не видал, то есть он его боится, он его уважает. Отец, может быть, сделал что-то плохое для него, ему. Может быть, у мальчика есть мотив какой-то для того, чтобы вести себя пищей воды ниже травы, да, со всем. То есть вот должны быть мотивы. То есть вообще говоря, это ненормально. То, что мальчик чище воды ниже травы себя ведет с папой. Это ненормально в любом случае, потому что это строгость, это подавление ребенка. И, соответственно, когда есть подавление, то обязательно есть и реализация энергии, которую подавляют. Да, то есть, понимаете, понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. Вот. И если действительно ребенок боится отца своего, то с матерью он ведет себя вот таким образом, да, а именно по этой причине. По той причине, что отец его подавляет. То есть, впервые нужно разобраться с тем, как и почему ведет себя папа с ребенком. Это первое и важное направление. Второе. Нужно понять, как папа относится к маме. Уважает ли он ее, ценит ли он ее и так далее. Понимаете? Это важный момент, очень важный момент на самом деле. Если мы говорим конкретно о его отношении к матери. Понимаете, да? О чем идет речь? Ну, а дальше отцу стоит поговорить с ребенком, что он не ведет себя некорректно по отношению к женщине. И показать своим примером, как нужно вести себя с женщиной, то есть с матерью. А матери нужно, в свою очередь, вести себя достойно и не показывать ребенку с одной стороны откровенной агрессии, и с другой стороны показывать ему то поведение, которое ребенок осуществляет по отношению к матери, и ей неприятно. То есть это может быть отчуждение, это может быть холодность, это может быть безразличие к ребенку. То есть показывать обиду. Показывать обиду это нормально, в данном случае. Ну вот, адекватную обиду. Адекватную обиду, конечно. То есть без перегибов каких-либо. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. Вот так, я думаю. А вообще мальчик ведет себя либо, ну вот таким образом, либо по причине того, что его наподавляют, либо по причине того, что, как вам и сказали мои коллеги, что по причине личного примера родителей. То есть, как отец ведет себя, так ли он, если отца он уважает, то соответственно отца не нужно с ним разговаривать на эту тему, и показывать ему как нужно. Как нужно. То есть, сначала надо научить, а потом требовать. А если не научили, то как можно требовать всего-то? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.